да вот сейчас поэтому фильмы смотрю наша фильмы это тоже какая-то история которую ты увидишь ничего с этим не поделаешь а читать все равно приходится много но так вот чтобы отвлечься что-то такое вот не получается поставил себе как-то достоевского думаю начну читать хорошо жизнь павла рассмотрим три таких момента жизнь павла до обращения само обращение и после обращения служения кем павел был до обращения схематично жизнь павла можно представить как такое движение сау павел или саввел 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 павел шауль и павел где саввел символизирует жизнь до обращения и соответственно павел новую жизнь до после обращения и то кем был саввел и шауль важно для понимания его теологии на павел сам пишет о себе например первом послании коринфянам второй главе 3 5 стих он пишет себе вот я явился к вам слабый в страхе и трепете моих речах и проповедях были не убеждающие слова человеческой мудрости а наглядное доказательство силы духа чтобы вера ваша была не человеческой мудрости от божьей силы в какой-то своей кротости такой слабости да вот и что он это в основном это была сила духа сила бога почему он хотел принести не мудрость человеческую да а мудрость божью во втором послании коринфянам 10 10 он говорит кто это говорит кто-то говорит письма его впечатляют в них напор и сила а когда появляется сам выйдет таким слабым и речь просто жалко конечно так вот мы немножко когда читаем такую напористость мы сами понимаем да трудно себе представить павла таким вот жалким слабым да вот хотя чувствуешь хотя люди чувствовали силу его послания и наверно сильна была его проповедь и мы помним речь мариапаги да книга дьяни апостол где павел как пишет лука походил по афинам и помните что он возмутился духом да а чего он возмутился он возмутился что город наполнен идолами да и он такой возмутился вот вот как вот такой контраст да павла такого который возмущается духом ведет в ареопах и эти философом двигает такую речь не боится да пишет такие письма а при личной встречи такой вот он говорят о нем слабый может быть и впечатлительные я не знаю такой может быть я просто знаю сам по себе это может быть характер или темперамент мне очень сложно бывает лично человеку сказать обличит его в каком-то грехе но как проповедник я могу просто истязать аудиторию бичевать и ну вот а вот лично вот не бывает сложно как говоришь но я чувствую какой-то дискомфорт это моей проблемы кто-то наоборот очень может так прижать тебя к углу и рассказать все что он на тебе думает павел 3 что он израильтяне втором послании коринфянам 11 глава 2 стих он говорит что вот они евреи и я израильтяне и я потомки авраама и я в этом видно его эхо его отголоски дискуссий да с действующими что я так я такой же самый интересно что он использует несколько таких евреи и израильтяне потом филиппийцам 3 главе 5 стихе обрезанный на восьмой день родом израильтянин из племени вениамина чистокровный еврей по отношению к закону фарисей здесь его полная такая до идентификации идет полностью говорит кто он что-то филипийцам 35 филипийцам 35 1122 филиппийцам 35 следующая римлянам 11 1 я спрашиваю так неужели бог открыл свой народ нет я сам израильтянин потомок авраама из племени вениамина то есть опять он говорит о своей идентичности своей связи да с израилем с быть израильтянин значит быть евреем в религиозном и социальном смысле синонимичное понятие семья авраамова тоже такой синоним и павел использует этот термин без сомнения в контексте с поле полемики своими оппонентами которые настаивают на своем авторитете и отделяют себя от него и других и всего оппоненты апостола павла ставили свою принадлежность еврейству да к израилю как какой-то очень весомый аргумент они считали что это уже авторитет павел говорит ну я собственно в чем проблема то же самое он указывает на то что он по происхождению такой же как и они так что им нет оснований для превосходства превосходиться нужно чем-то другим а не просто тем что ты каким-то образом связан ну ты рожденную ими возможно этот термин используется в общем широком смысле говорит о расовой принадлежности то есть израильтянин павел еврей потому что он еврей являются ли это терминами или лично видеть какие-то свои акценты тому что павел называет себя израильтянин он или также что он еврей хабрайос на греческий быть израильтянином не совсем одно и то же что и быть евреем возможно это значит принадлежать или или принадлежность или происхождение из палестины в отличие от евреев диаспоры эллинистов быть евреем значит говорить на арамейском или иврите я не апостолов 6 главе первом стихе видим есть такое было немножко различие в эти дни когда умножалось число учеников возник ропот у эллинистов на евреев за то что вдовы и были пренебрегаемые в ежедневном обслуживании и вот эти еллинисты это эллинизированные евреи я не знаю как вы рассматривали это не это не греки это не язычник обычно читалось это евреи из диаспоры которые вернулись по каким-то соображениям в Иерусалим часто там если человек оставался без родственника он возвращался в Иерусалим либо кто-то по своей набожности считал что лучше умереть дома на родине очень ревностные евреи диаспоры отдавали своих детей ну как отдавали присылали детей в Иерусалим чтобы они там жили чтобы они были там не сильно влияние поэтому было огромным было даже были свои синагоги этих эллинистов это евреи диаспоры но вот именно вот видите лука делает различие эллинисты и евреи скорее всего это те кто вот коренные коренные одесситы да коренные евреи которые там которые говорят и и и или арамейские это их дискуссия идет какой же был язык арамейский или еврит но я буду как-то их родной был еврейский или арамейский и понимаете а для евреи листов они больше конечно вели на гречи это самое как сейчас едут в Израиль да они там считаются русскими американцами хотя те кто там живет они тоже там не жили там вечно попали просто раньше понимаете да и вот если вы поедем жить в Израиль мы таки будем русскими там русскими будете русскими для евреев которые там живут коренные та же самая фишка была там и это была одна из проблем и вот павел был из этих он дальше он из диаспоры но видно что когда он себя ли что еврей то есть он себя очень глубоко соединяет именно с этой потом снова мы видим что он обрезан восьмой день до филипписа 3 глава из колена евреи от евреев потом 35 это другой перевод евреи от евреев можно перевести как чистокровный еврей чистокровный еврей по отношению к закону фарисей поэтому евреи от евреев hebraios ex hebraion то есть чистокровный еврей вполне возможно что она противопоставляет себя эллинистом или евреем из христиан которые превозносятся своим происхождением либо перед христианами либо перед язычниками павел так полемизирует с ними либо ну что вот он тоже вот из рода израилева с коленом риме аниме видим павел укоренен укоренен и сам себя отождествляет только лишь с этой вот ну общей еврейской идентичности павел получил также образование в соответствии с 22 главой книги дьяни апостолов павел получил образование вирусалиме у ног гамалиева но вот тут есть одна проблема потому что гамалиуил как бы наследник школы генели помните были времена были великие пары да и вот была пара не помню сколько было пар ученых а тогда из них это гилель и шамай школа шамаитов так вот гамалиев был все таки продолжательной линии гилеля который очень так мягко интерпретировал закон да шамай более жестче был жесткий но когда мы смотрим на павла такое впечатление что он учился хотя учился у гамалиева по духу был шамаит либо потом как-то перешел именно в это русло потому что такая ревность она но не присуща у некоторых исследователя тут школы вот гилеля и гамалиева такая вот ревность ну вот обычно это все-таки шамаиты вопрос возникает получил ли павел в тарсе был университет очень известный старс был большой город и там был университет и еще возникает вопрос получил ли павел образование в тарсе микричтайне вы подняли руки а если какая-то мысль есть пожалуйста делитесь все нормально хорошо скорее всего он не получал там никакого образования в тарсе не получил эллинского образования апостол павел может быть его отец отправил еще мама мальчишкой в иерусалим где он получил ну стандартное богословское образование так вот скорее сейчас он больше к этому склоняются случай раньше считали что он получил образование там тарсе светское образование а потом получил религиозное богословство но там цитирует в речи мариапаги там кого-то поэта или философа потом говорит поговорку критяне все лжицы то есть цитирует но она говорят что эти фразы они были на то есть и многие как мы сейчас можем цитировать там очень многих писателей пушкина это не означает что мы там очень вышкалены или в этом образовании это такой вопрос что скорее всего что он получил хорошее от начала до конца там же несколько было несколько было таких этапов многословскому образовании получила хорошее образование уже в иерусалиме был вышкален именно иудаизм получил такое вот образование обращение это такая жизнь до обращения само обращение вот сам этот момент очень интересен когда-то ученые исследовали опыт обращения павла и ну разные такие моменты ну что это было реальная встреча или это был такой вот постучали нет это вот павел там ехал ехал и у него как бы вот он была такая внутренняя у него дискуссия с одним собой он слушал аргументы учеников иисуса христа последователей да смирялся с своим знанием торы и так далее так далее потом раз он пришел да вы знаете было такое в истории когда люди принимали становились верующими да или христианами в результате какой-то дискуссии внутренних размышлений понимаете в чем дело если бы это не было но если бы это было необычно то там сказали нет это выдумка но в какой-то степени есть примеры когда люди перехватили с одной религией в другую вначале будучи ярыми противниками ярыми такими оппозиционерами да но в результате чего-то там тайных размышлений нам надо например такие случаи есть у верования мусульман которые принимали христа или скажем иудеев кто-то принимали иисуса миссии как быть и здесь вот несколько таких подходов может быть но я думаю и плюс каким образом это было явление христа да то есть вот он уже принципе вознесся да вдруг он снова явился с масса вопросов но данным в данном случае его обращение может быть меньшей степени должно интересовать нас как факт потому что у нас есть такая проблема я просто когда-то темы затрагиваем и сразу тогда не это было чудо это было явление христа я верю в это да но знаете почему так легко к этому относимся потому что нам кажется что в гибельские времена чудеса для людей были это как только сегодня не знаю там полетать на самолете сегодня открыл интернет да что тогда чудеса были такие же самые потрясающие события как и сейчас понимаете на то что если это было давно так это просто если там пару чудес за день не произошло чеки и заснуть не мог спокойно ну даже когда мы читаем ветхий свет мне одна как-то сестра говорит вот я хочу жить так вот таким откровением как жила храм на рено откуда ты знаешь его ночь смотрите вот я читаю вот одно откровение другое откровение но ты почитай периоды между этими откровениями 10 лет десятилетия то есть почему но в библии они спрессованы в одно такое повествовательное время и кажется что это откровение чудеса с утра до вечера ну понимаете да поэтому мы так с легкостью воспринимаем ушел до увидел христа нормально для павла да не было нормально так же как и для тебя это не было нормально для меня и это было также и не то что сказал что я видел христа класса это тоже был вопрос ну сомнений для многих поэтому чудо но и и в африке чудо ноги и библийская вебина была чудо это сложная реальность то что люди может быть верили и рассматривали мир немножечко не так как мы с вами рассматривают не означает что для них это была такая повседневная реальность и но они приписывали какие-то события может быть чаще божественным каким-то проявлениям или действий каких-то духа до чем и чтобы у нас можно немножко там научное представление о мире ну такое есть там где-то так мы отделяем но тем не менее чудеса встречались тогда также то есть для них это только такой же был шок как и как и для нас и вот павел шел дамаск мы знаем с какими намерениями друг с ними это происходит эта встреча встреча в принципе похожее на то как это частый или очень частый мотив призвания пророков то есть мы видим писаю он зашел раз видение да то есть такая схема похоже и вот павел из гонителя 1 христиан пишет в деяниях да все подняли крик заткнули уши дружно бросились на него и вытащив за горы стали подивать камнями светили обвинения сложили свои плащи у них юноши по имени сау там уже рисуется портрет саула гонителя 8 главе с 1 по 3 стих сау полностью одобрял убийство стефана с того дня в иерусалиме начались сильные гонения на церковь все кроме апостолов разбежались поселениями иудеи самарий но благочестивые люди похоронили стефана и оплакивали его великим плачем а сау уничтожал церковь врываясь в дома вытаскивал мужчин и женщин и бросал в тюрьму 9 глава то есть как бы идет по нарастанию 7 8 9 глава а сау по-прежнему обрешал злобой и грозил смерти ученикам господа придя к первосвященнику он попросил у него письма в дамаск к местным синагогам чтобы иметь право арестовывать и отправлять вирусалим последователей пути или учения там строго перевод всех кого ему удастся обнаружить и мужчин и женщин до лука пишет о павле то сразу такой вот ну видно портрет его достаточно серьезен такая знаете вот инквизиция инквизитор вирусалиме потом павел себе пишет принципе то же самое галатам вы конечно слышали о том как я жил это 1 13 когда был иудеем я беспощадно преследовал и уничтожал церковь божию у него это осталось память то есть хотя вот он пережил этот опыт он стал апостолом благодать примирение но это осталось в его его сердце его мозгах то что он преследовал его то есть и это почему-то как ну я думаю не почему-то но это усиливало да или создавало в его сердце еще большую понимание благодати может может быть он и экстремистом был в этом смысле благодати потому что он понимал он часто ли что я грешник из грешники с которых я первый то есть это кровь эти стенания вот эти вот стоны и крики мольба о пощаде то есть она звучала еще долго в ушах еще долго в ушах апостола павла то есть он говорит об этом 1 коринфянам 15 9 я ведь всех апостолов и всех апостолов я самый малый я не достоин зваться апостолов потому что преследовал церковь бога то есть видите насколько живет это в нем 1 тимофея 1 глава 12 по 16 стих 1 тимофея 1 1 1 за 16 я благодарен тому кто наделил меня силой христу иисусу нашему господу он это он счел меня верным и поручил мне служение мне некогда богохульнику гонителю и обидчу сиди как он себя называют он богохульствовал хотя он преследовал считал что он уничтожает и последует те кто то настоящий ну настоящий богохульнике да тут же он считает себя но бог сжалился надо мной потому что я поступал так по невежеству и не и по и по неверию господь наш щедро и сделал на меня свою доброту вместе с верой и любовью через креста иисуса вот верные слова достойны быть принятыми христос пришел в мир чтобы спасти грешников а я первый из них вот он куда себя ставит шеренга грешникам и он там стоит первый который получает благодать от божьих рук и бог потому сжалился надо мной что на мне первейшим из грешников христос иисус явил всю безграничность своего терпения и сделал меня наглядным примером для тех кто поверит в него и обретет вечную жизнь это 1 тимофея первая глава застав по состав стих то есть вот он днем такое двойное чувство он восторгается он он радуется да он такой торжествует божьей благодати понимая вот то свою прошлый опыт но для него это как контраст как контраст как вот то что усиливает божью любовь и божью благодать деяниях во второй главе со 2 по 5 стих когда они услышали что он говорит по еврейски стало совсем тихо я еврей продолжал павел родился в киликийском городе тарси получил образование здесь в этом городе под руководством гамалиила и был воспитан в самом самом строгом соблюдении этического закона я ревностно исполнял все обязанности перед богом так же как и вы сегодня это его речь иудеев да я беспощадно вплоть до смерти преследовал тех кто шел путем господним плод до смерти то есть он добивался этой смерти реально кровь мучеников христа было на его руках хватал и бросал в тюрьмы мужчин и женщин мои слова могут подтвердить первосвященники все старейшим это от них я получил письма к соплеменникам в дамаск и отправился туда с намерением арестовать тамошних христиан и доставить их в Иерусалим для наказания 22 25 и 26 9 11 я тоже считал своим долгом делать все что в моих силах выступая против имени иисуса назаряне то есть долг его будут он понимал что он это и вовлечет долг этим я и занимался в Иерусалиме множество христиан или ну в синодальном святых я бросил в тюрьмы получив на это полномочия старших священников когда решался вопрос о смертном приговоре для них я всегда подавал голос заказа то есть где можно было смягчить да то есть его голос то есть его голос был решающий если смерть жить смерть ставьте себе какая его древность во всех синагогах мне часто доводилось наказывать их принуждая к отречению своем неистовстве я преследовал их даже за пределами страны где он не имеет никакого права там другие законы то есть представьте себе подавал голос за казнь хотя закон не вел именно именно казнь как павлу это удавалось непонятно потому что по-настоящему закон не вел что нужно убивать учитель павла гомолин говорит что явно ли он явно он как бы был под другим влиянием какой-то экстремистский подход в апостола павла можно может быть понять по следующим причинам мотивы преследовать он где такой-то ревности и зависти да вот деяния 5 5 главе с нас тогда первосвященник и все его люди и саддуки в движимые с завистью приказали арестовывать апостолов и отвезти в городскую тюрьму что двигало этой завистью это вот зилу помните ли зилоты ревнители да то есть они были вплоть до того то есть это вот ревность такая вот что двигало первосвященников и саддукеев может быть страх перед римской властью возможные репрессии помните ответ гомолила что пусть лучше один человек там пострадает нежели может быть боязни что и казнь смутьянов который была уже в истории может быть вот это вот что ты под вы подвергаете опасности наш народ вы подставляете нас где расступничество может его других речь стефана и выводы слушающих да вот там то что замах на храм и тору то что остальных апостолов не тронули тоже интересно наводит на мысль что лука вводя эту повествовательную аномалию желает отметить две существующие тенденции два крыла первых учеников иисуса христа консервативных пётр и ам затем яков и близких палестинскому иудаизму и более прогрессивную близкие близкую к эллинистам до калитическому иудаизму которому стефан и принадлежала что стефан был из эллинистов помните как он появился 6 главе когда было вот раз прям между эллинистами и евреями то из среды эллинистов а после изберите семь мужчин вот из нас среды стефан его даже имя греческое то есть он из он еврей и зеленистов и что интересно вот пересмотрел ли павел эту разновидность иудаизма принял ли ее это спорный вопрос но интересно когда говорят что очень часто что бог чтобы двигать иудеев дальше проповедовать учеников своих да он и устроил им гонения часто такая вот потряс их чтобы они пошли на самом деле казни эти казни подверглись подверглись именно стефан те кто ближе к эллинистам иудеев такие вот более консервативные пётр и ам но они там тюрьме посидели при этом победе как бы вот они смерти не подвергались уже даже было видно это влияло на отношение к ним жизни и вот обращение павла мы вдруг мы встречаем в двух местах да очень здесь интересно то есть будучи таким ревнителен на таким вот ну действительно ну фанатичный он идет дамаск принципе с той же целью здесь ему открывается миссия и вот этот сам опыт обращения очень важен для его богословия очень важен для нас вот давайте вот такой вопрос как вы думаете что павел понял когда увидел воскресшего иисуса ну да не случается вот он преследует тот кого он преследует 30 сал сал что ты гонишь меня до а вот смотрите он увидел воскресшего он еврей парисей просто евреем парисей парисей верили воскресенье ожидали воскресенье смотрите помните в одной истории дьяни апостолов павла спасло то что он верит воскресенье что он нарвался на реальную проблему тут он меня за что за то что верю воскресенье тут все парисеи а потом уже терки фарисеи саддуки папа и он так раз раз это его спасло не только фарисеи и многие евреи помнить иисус марки я верю воскресенье мертвы когда когда-то я из воскресенья и жизнь а потом воскресенье лазаря но это и дочь парисей и людей но частности парисеев верили воскресенье мертвы когда она произойдет когда бог будет судить когда бог будет судить оправдаются правильные сами они оправдают и по себе сегодня иудаизм верит воскресенье ну такой консервативно все неправильно поэтому очень часто что последствия воскресенье праведных это иудейский термин они будут как наказание поэтому это не какая-то христианская тема воскресенье мертвых суд это еврейская тема иудейская тема сейчас все парисейский смотрите когда мы говорим о воскресенье христа и особенно христиане на это уже вошло это ну или чаще всего что-то подтверждает его божественность вот ну опять вернемся в павловскую тему шауль фарисей верит грядущий сейчас я только думаю сейчас включу я так это вот когда я лишён картинок я лишён всего не сложно давайте так как выглядела иудейская апокалиптика эскатология да есть нынешний век есть улам хаба век который грядет да то есть он придет это век миссии миссия это суд божий это оправдание суд воскресенье то есть целый набор целый набор того что должно прийти с этим миром до грядущий миссия там разные были концепции не все концепции не все взгляды были нормативными для иудаизма для иудеев важно было соблюдать закон там уже все эти спекуляции это религия не очень спекулятивно в данном случае таких абстракция очень прагматично проксиологично так ну вот олам хаба грядущий век приходит суд то есть воскресенье суд оправдание оправдаются те кто был прав тех кто по-настоящему творил волю божью и вот он идет апостол павел и ему является воскресший а что это значит это значит что бог начал судить и оправдывать и кого он оправдал иисуса потому что это не просто чудо воскресения из мертвых для павла это не воскресение лазаря то есть для павла как представляется это уже имела и такое эсхатологические значения то есть что оказывается этот мир он здесь улам хаба пришел бог начал судить и воскресение иисуса христа то не данном случае для шауля фарисея не подтверждение что он божественный еще что бог начал судить и оправдал иисуса значит он правильный а значит то что о нем говорят это что он говорил это они понимаете это больше чем просто он увидел чудо того кого он преследует это значит все то во что он верил вот она отсюда возникает следующий вопрос шел ли потом павел организовывать открывать новую религию новое христианство христианскую нет он идет как шел евреем так и пришел евреи но единственное что он пришел евреем который уже начал жить полом хаба предыдущем веке отсюда меняется новый завет меняет это схема теперь уже так пришествие христова новый мир да но должно прийти второе пришел и ученые когда увидели это вот напряжение это так и назвали уже да но еще нет то есть новый мир последние дни наступили но еще не наступили поэтому три фазы начала с каталоги до начала нового мира продолжение ну так и пишем или расширение расширение и завершение и мы находимся с вами вот здесь и вот павел понял что вот и но но здесь действуют потом силы сила святого духа до пола мы потом дальше говорим о богословии а дух есть знамение грядущего мира потому что он залог еще окончательно царство божие не наступило но уже иисус начал еще приблизилась царство божье да она приблизилась верьте и потом когда он воскрес все пришел святой дух и вот павел как бы пришел дамаск евреем но евреем который живет здесь и что происходит это новое творение бог творит что-то новое новое творение поэтому павли что кто во христе тот но тот не просто новая тварь да как мы слушаем одно это тот но все новое творение то есть часть чего-то нового то есть тот божий мир уже вторгся и теперь нужно рассказать об этом всем почему павел идет он не по его он начинает первую иудею по-вторых или нам рассказать об этом а ведь это же не просто исполнение ведь они ждали из пророк исая что придут язычники на на святую гору и что и будут поклоняться вот надо звать их всех надо знать все нет уже новое творение нету не еврея не или на все и вот он такой идет очень оптимистичный над полными и энтузиазме конечно его не очень может быть поначалу расстроило что евреи его не понимают его больше потом расстраивало почему некоторые мессианские евреи этого еще не поняли вот что значит этот опыт обращения для апостола палат очень имеет огромное значение для понимания его богословия для него все вот оно произошло исполнение того во что он верил что он ждал и и теперь с этим он выходит на проповеду поэтому опыт павла обращения очень важен для понимания его богословия когда он и что мы оправдываемся по вере то это тоже означает вот этот что мы уже живем уже в состоянии божьего суда значит уже мы участники нового мира который уже да но еще нет что да да и теперь возникают следующие вопросы для павла каким образом язычники должны включиться в этот народ в этот новый мир и вот здесь как саладин как согласен с ученым или что по сути разделение больше производили вопросы не христологии а их физиологии на каких правах люди входят в общину или народ божий как должны отсюда вопрос павла в обрезание все когда он в этот целая полемика что принципе и это конечно же вызов то есть он понимает он уже одной ногой новом мире да уже все другой стороны есть традиция есть какие-то вещи которые тянут тянут назад и это вот была его борьба может быть знаете понятнее когда вы боретесь с внешним оппонентом когда и внутри лагеря до происходят какие-то такие вот тенденции когда это сложно поэтому та проблема павла конечно это не проблема сегодня для может быть мессианских евреев тогда для него как мы тогда говорили да что сейчас для мессианских евреев как как мы говорили проблема может ли евреи оставаться евреи будущих христианина да вот это не было тогда этой проблемой была проблема другая может ли язычник оставаться кем он есть становятся частью божьего народа то есть нужно ли ему становиться евреем вот сейчас как бы наоборот все исконяя из опыта обращения апостола павла мы делаем другую первое павел увидел что бог начал этот суд показал что суд израиля оказался неверен суд священников или ну как опять же тут нужно понимать что это вот история антисемитизма христианстве это какое-то вот непонимание что не евреи виноваты в смерти а политическая верхушка власть часто вот забавит момент что народ что такое народ вот есть президент захотел воевать пошел воевать народ страдает что я не согласен да скажем с политиками этом россии да это не означает что я не люблю русский народ значит я не согласен с элитой с европой не означает ненавижу там немцев французов я не согласен с определенной политической идеей сама здесь поэтому но воскресение иисуса бог показал то что что павел понял что суд израиля оказался понимаете или ты до который повела не верен он неправ а миссия иисус действительно прав он есть миссия это первый суд начался оправдан первый праведник новый мир наступил и об этом наступлении нового мира нужно проповедовать новый мир пришел через смерть и воскресение иисуса теперь павел и что он понимает что он был избран он был избран для этой проповеди для этого служения и он идет уже как дальше миссионер лошадай проповедник божьего дела божьего движения божьей божьей работы через иисуса миссию и плодом его деятельности явилась явились церкви и церковь но опять же когда мы говорим церкви и церковь настолько уже она отягчено вот нашим уже пониманием представлением церкви который отличается от того что использовала думаю павел те времена когда велась лисия все что когда я так говорю я сам думаю ну но не в том смысле хорошо перемен